Царь неба и земли, только он один, царь неба и земли, и он один достоин хвалы и поклонения, друзья. Слава ему! Вы можете присесть на свои места, друзья, а я хочу вам прочитать несколько слов вот из этой чудесной книги. Я для этого сниму очки. «Придите, послушайте, все боящиеся Бога, и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей. Аминь». Это Псалтырь, 65-й, Псалом, стих 16. Друзья, почему я сняла очки? Да потому что я 7 лет провела в полной темноте. В 2000 году я начинаю с конца в вашей церкви, друзья. Так было угодно Духу Святому. Поэтому начну с 2000-го и вниз. В 2000 году мне сделали операцию по поводу аневризма. У меня лопнул сосуд в голове. Это последствия моей первой операции, которая была проведена в 91-м году. И во время этой операции я ослепла и меня парализовала. 7 лет полной темноты. Я не видела вообще ничего. Кстати, и сейчас компьютер показывает, что мои глаза слепые. Да, со мной документ. Если есть сомневающиеся, может подойти проверить. Посмотрите шрифт моей Библии. Только что я прочитала вам отсюда стих. Потому что это сделал Бог. Диагноз. Диагноз, который мне поставили. Разрыв и атрофия зрительных нервов. Помутнение стекловидных тел от слойка сетчатки. По-украински этот приговор звучит так. Слепа до вечно. Слепая навеки. А Господь сказал нет. И я вижу. Правда, ни один врач не может понять, почему я это делаю. Слава Господу. Он умеет удивить врачей. Но, друзья мои, я не искала в юности своего Господа. Я не знала ничего о нем. Сейчас я одеваю больше для солидности эти очки. Это минус 0,25. Да, всего-навсего. Но я ходила без очков и была слепая. Потому что с детства меня обучали основам марксизма-ленинизма. Да. Я закончила медучилище с красным дипломом. Я была уже дважды мастер спорта по мотокроссу и по баскетболу. Я стреляла из всех видов личного оружия, потому что папа полковник по гранвойск. Я перечитала массу книг. Массу. Труды Ленина, Энгельса и даже Сталина. Потому что папа фронтовик. Много книг. Я не прочитала только одной. Библия. Я даже о ней, в принципе, ничего и не знала. И когда мне поручили написать статью об оповском мракобесии, я говорю, это о чем же писать, я не пойму. Ну, напиши, что Бога нет, что тебе объяснять. Я говорю, ну, если его нет, то чего о нем писать? Интересно. Нет, ты должна написать, но партия сказала, надо. Значит, молодой коммунист сказал, есть. Тем более, что буквально за 4 месяца до этого в Кремле мне вручали партбилет. Вернее, кандидатскую книжку члена партии. Такая зелененькая книжечка. Папа гордился. Газеты тогда писали обо мне, что я самый молодой коммунист в Советском Союзе. Представляете гордость? И папина, и моя. Естественно, мне поручили эту статью. Но мне нужен первоисточник. Пошла в православную церковь, мне не дали. Сказали, что своими грязными руками я не имею права прикасаться к этой книге. Я посмотрела на руки, говорю, а вообще-то они у меня чистые, мытые. Но мне все равно не дали, потому что сказали, только посвященный может к ней прикоснуться. Я удивилась, но и ушла. Но папа все равно достал мне пропуск в центральную библиотеку, где из запасника мне вынесли Библию. Друзья, мне ее дали всего на один час. И всего почитать в читальном зале. Выносить ее нельзя было. Есть ли кто-то из вас, у кого нет Библии? Тишина. Слава Богу! Слава Богу! И вот я открыла эту чудесную книгу. Я начала читать сначала, я ничего не понимаю. Ну ладно, но сотворил он за семь дней. Свежо предание, но с трудом верится, я себе отметила. Ну а дальше? Ну а дальше вообще для меня пошло непонятное. Авраам породил Исаака, Исаака, Иакова. Друзья, я по первому образованию, по медучилищу, я фельдшер-акушерка. Ко мне ни один мужчина на роды не поступал. А тут Авраам породил Исаака. Думаю, да, действительно, за кого они только принимают. Неужели кто-то в это верит? Сейчас я скажу, я в это верю. Потому что действительно Авраам породил Исаака. Не выродил, а породил. Слава Богу! А тогда, ну я листала эту книгу, знаете, как студенты. Вначале, сначала, потом с конца, потом с середины. Думаю, что-то я где-то разберусь, ничего я не разбираюсь. Я все больше запутываюсь и, наконец, я читаю, Саул, Саул, да коли будешь гнать меня. Думаю, хоть за этого Саула зацеплюсь, кто он такой. Ну да, кого он гонит и куда. Только я это подумала, как я услышала голос. Этот голос звучал во мне и извне. Он как-то, он был всеобъемлющий голос. И он спросил, а ты, Татьяна, да коли будешь гнать меня? Я оглянулась. Посмотрела по сторонам. Ну, в зале, это маленький зал читальный такой, в запаснике. Сидела только библиотекарь. Я ее спрашиваю, вы мне что-то сказали? Такой ответ можно получить только в Одессе. Вопрос на вопрос. Она спросила, а что вы услышали? Думаю, так я тебе и сказала. Я говорю, да нет, ничего. Но, друзья, я много раз пыталась скрыть этот факт, не говорить его в всеуслышении. Но каждый раз Дух Святой меня побуждает сказать, потому что это иллюстрирует мое отношение к Библии. Я вырвала лист из нее. Да. Сау, Сау, да коли будешь гнать меня? Надо же разобраться дома. Я вырвала лист. Я положила его в руках в блузке. А Библию я закрыла на застежечке, как положено, и отдала. Я до сих пор не знаю, видела библиотекарь моего кощунства или нет. Но она промолчала. Она приняла у меня книгу молча, а я вышла на улицу. Меня трусило, знаете, как лихорадка, как озноб. Но я вышла. Яркий апрельский день. Одесса так красиво в апреле. Очень. Да благословит вас Бог. И люди ходят, такие счастливые. Думаю, все. На вождение. Слава Богу. Слава Богу. И слышу. К тебе обращаюсь, Татьяна. Доколе будешь гнать меня? Я говорю, ты кто? Я встала вот так. Ты кто? Я Бог твой. Ну тут уже мне совсем хорошо стало. Думаю, началось. Я говорю, я тебя не знаю. Я говорю. Я тебя не вижу. Гонишь. Вот и не знаешь. Последовал ответ. Я говорю, ну я хочу тебя узнать. Это я так сказала, про всякий случай. Ничего я не хотела знать. Он хорошо знал, спрашивающий, что я не хотела его знать. Поэтому он сказал, иди в дом мой. Домом молитвы наречен он. Вообще не понимаю. Я говорю, это где? В церковь живую иди. Я не обратила внимания на слово живую. Я побежала в церковь. Ну как же, в Одессе столько церквей. Я прибежала в первый попавшийся преображенский собор. Влетела с солнечного дня в потемки, какие-то свечи, что-то такое. Я до этого никогда не была в церкви, кроме того, когда просила у батюшки Библию. Влетела и остановилась. Ко мне подошла старушка, она свечи меняла, и спрашивает. Кого тебе надо? Я говорю, Бога. Она посмотрела на меня так это удивленно. Сказала, ну ладно, подожди. Думаю, неужели Бога выведет? Пока ее не было, я смотрела по сторонам. Ну и иконы, они так зло на меня смотрят. Что-то мне уже и холодно становится. А тут батюшка выходит. Он, видимо, обедал, потому что он вытирал так рукой бороду. И говорит, кого тебе надо? Я говорю, Бога. Он начал на меня кричать своим немытым ртом. Ты произносишь имя Бога. Я говорю, неправда я умывалась? Ну а чего он обижает? На колени грешница. Я говорю, я не грешная. Ты грешница, ты должна покаяться. Я говорю, не в чем мне каяться. Я часто как детская слеза. Ну, думаю, так он точно мне ничего не расскажет. Нет, ты встанешь на колени. Я говорю, хорошо, я встану. Хотя я помнила коммунистические лозунги. На колени. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Ну, ради дела партии можно и пострадать. Я встала на колени. Читай молитву, отче наш. Я говорю, я не знаю. А молитву грешника? Я говорю, я вам уже сказала, я безгрешна. Читает Дева Мария, радуйся. Я говорю, ну зачем? Пускай себе радуется. Я тут при чем? Я хочу узнать Бога. Батюшка была задача. Но он накрыл меня, как он сказал, стихарью. Это такая черная тряпка. Мне там было в ней душно, неприятно. И он говорит, значит повторяй за мной молитву грешника. Чуть не сказала могилу. Я думаю, зачем я буду с ним пререкаться. Я лучше повторю. От меня не убудет. И вот он начал говорить. Я честно повторяла за ним. Правда, до сих пор не знаю, что я повторяла. Потому что он говорил на старославянском. И я замолилась. Я говорю, Господи, ну и зачем ты меня сюда привел? Ты сказал, что я тебя узнаю. Но мне никто ничего о тебе не говорит. А я действительно хочу тебя узнать, Господи. Если я грешна, то прости меня. А если нет, то зачем мой весь этот театр, Господи? Я говорила с ним, как говорила бы со своим отцом. И я услышала, что я говорю вообще-то на каком-то непонятном языке. К тому времени, кроме русского и украинского, я знала только немецкий. Но это не тот и не другой язык. И не третий. Но я говорю, а когда батюшка еще сдернул с меня эту стихарь, схватил меня за шиворот и потащил из церкви, крича «Изиди, сатана!», «Изиди, сатана!» Он мне не давал встать на ноги. Вы представляете картину? Метр восемь, десять ростом, плюс десять сантиметров каблуки. Ну, юбка, которая больше открывает, чем прикрывает. И он меня вот так вот тащит через весь этот храм, вытаскивает на улицу, там высокие ступеньки. Он меня толкает. Я, конечно, не удержалась. Упала, скатилась с этих ступенек, побила локти. Но самое обидное, я порвала чулки. Друзья, в шестьдесят седьмом году они стоили три шестьдесят. Это целая брешь в моем бюджете студенческом. И стоит с этим кадилом, «Изиди, сатана!» «Изиди, сатана!» Я встала, я посмотрела на эти драные чулки, повернулась к нему, говорю, «Да сам ты, сатана!» Батюшка замер. Люди оглядывались, не каждый день кого-то выкинувают из церкви. Смотрят, кто так показывает. Кто смотрит на батюшку, пожимают плечами. Я пошла, мне все равно. Иду, плачу. Тут я вспоминаю, я где-то обронила сумочку. Или в церкви, или когда падала, я не знаю до сих пор, где я ее обронила. А там деньги и проездной. Значит, пошла домой пешком. Когда я пришла, папа был уже дома. Папе уже сообщили. Батюшка не зря спросил мое имя и фамилию, где я учусь. Потому что уже позвонили в КГБ. Потому что папе позвонили и сказали, что его дочь молится в церкви. И папа выгнал меня из дома. Он кричал на меня, ругался. Он говорил, что я хочу посадить его в тюрьму. Что я раннее детство свое провела в детском доме. Он кричал, что ты хочешь, чтобы твоя сестричка узнала, что такое детский дом. Я очень этого не хотела, друзья. Очень. Воспитание в детском доме оставило, наверное, всю жизнь след на моей руке. Это я закрывалась рукой от разъяренной воспитательницы, которая била меня раскаленным утюгом. Вот. Хоть мне уже довольно лет седьмой десяток, а шрам все равно на моей руке. Поэтому я очень не хотела, чтобы моя сестричка попала в такие условия. И отец сказал, лучше потерять одного члена семьи, чем погубить всю семью. Я потом позже узнала, что он просто думал, что прослушка стоит. Поэтому он так вел себя. Он надеялся, что я выйду обиженная, похожу до вечера и вернусь домой. Он добрый папа простит. Заставит меня, якобы, покаяться. Признать свою неправоту и простит. Ну, дочечку он воспитал с таким характером, как у него. Меня выгнали, и я ушла. Иду и бормочу. Ну, спасибо тебе, Господи. Жила спокойно. Нет, надо было ему объявиться. И что теперь? Дома у меня нет. В институте, как отец сказал, что меня исключат. Кстати, забегай наперед, скажу, исключили. Но через три дня, когда я принесла партбилет, и сказала секретарю парткома, что я член другой партии, партии Христа. А в двух партиях состоять невозможно. Слава Господу! Но у Господа был план на меня. Пока я шла и роптала, он молчал. Я зашла на окраину Одессы, в район Слободки. Я увидела, в какой-то двор идут люди. Они шли с такими просветленными лицами. Они были так счастливы. А я? А я? Мне холодно. Начал моросить дождичек. К вечеру, как обычно в Одессе погода. То солнце, то дождичек. Я замерзла, я уже есть хотела. Думаю, я зайду тоже в этот двор. Не выгонят же меня. Если не накормят, то хотя бы согреюсь. Одессы – это очень гостеприимный народ. Вас никогда не выгонят, если идет какая-то гулянка во дворе. Я на это рассчитывала. Но нет музыки. Обычно, если гуляют во дворе, так это же сложно на всю улицу. А эти люди заходят куда-то во двор, проходят, спускаются на три ступенечки, заходят в зал. И я зашла. Я увидела низенькие скамеечки. На них сидели люди. Я вошла, они улыбнулись мне. Они пели. Они пели хорошо, когда вместе в общении мы сольемся единой хвалой. Я с завистью подумала, вам хорошо. А я? Но все так приглашающе смотрели на меня, что я увидела свободное место, прошла и села. Ко мне подошла одна старушка, спросила, «Деточка, ты кого-то ищешь?» Я говорю, «Бога». Она улыбнулась и говорит, «Подожди». Думаю, опять старушка, опять подожди. Я сижу, она подошла к мужчине, который стоял возле кафедры. Он не за кафедрой, он стоял возле кафедры, и он листал какую-то книгу и делал пометочки, так, на бумажечке. Она подошла, ему что-то прошептало, он посмотрел на меня с улыбкой, так, и подошел. Он спросил, «Кому ты пришла, дитя?» Я выпрямилась весь свой рост. Я говорю, «К Богу!» Он с этой же милой улыбкой сказал, «Правильно сделала, ты пришла по адресу, милости просим». Думаю, не выгнали. Ой, как хорошо. Я села, еще пели, еще. Я никогда не слышала этих псалмов, музыки не было. Только пение. И, наконец, этот мужчина, который подходил ко мне, он встал за кафедру и открыл книгу, которую перед этим просматривал. Он читал. И вдруг он читает, «Сау, Сау, доколе будешь гнать меня?» Я насторожилась. Я вынула листочек из рукава, разровняла на коленки и давай водить пальцем. И все эти старославянские слова мне стали понятны. «Сау гнал Бога!» И я гнала Бога. Я стала внимательно слушать. То, что говорил проповедник, меня потрясло. Думаю, откуда он меня знает? Откуда он меня знает? Я его никогда не видела. Но он говорит, он все говорит обо мне, обо мне. Каждое слово его обо мне. И когда в конце собрания было провозглашено, кто хочет покаяться, кто хочет заключить завет с Господом через покаяние, выйдите наперед, я бежала вперед. Я бежала, я уже не говорила, что я безгрешна. Я вспомнила все. Но я упала на колени и говорила, Господи, прости. Прости меня, Боже, за то, что я делала это и вот это. Что я подписывала письма, которые требовалось, чтобы коммунисты подписали. Прости, что я исключала из института верующих в Тебя. Прости. Да, я исключала, потому что я подписывала документы. Да, не я одна, но я отвечаю только за себя, а не за тех, кто потом ставил печать на мою подпись. А тогда я говорила, из меня лилось, знаете, ощущение было, что нарыв, я носила нарыв тяжелый, гнойный, и вот он лопнул, и вот оно все выходит, вся эта грязь, я очищаюсь. И я вдруг понимаю, что я чистая. Меня простили. Я начинаю говорить опять на том языке, на котором я говорила в православной церкви. Я хочу замолчать. Я закрываю рот рукой, а слова льются и льются. И вот прозвучала Аминь. Думаю, все, сейчас выкинут. Но проповедник подошел ко мне и спросил, дитя, ты знаешь, что с тобой произошло? Я говорю, меня Бог простил. Он говорит, мы знаем. Я говорю, нет, вы не понимаете. Он меня простил. Мы знаем. Мы поздравляем тебя. Но ты заговорила. Я говорю, я нечаянно. Я больше не буду. Я не сумасшедшая. Конечно, нет. Тебя Бог крестил Духом Святым. Я говорю, это хорошо или плохо? Это замечательно. Тебя Бог избрал. Я не понимала. Я не понимала, чему радуются все вокруг меня. Почему меня поздравляют, сестры обнимают и целуют. Я этого не понимала. Но как я им благодарна за ту любовь, которую они меня окружили. Так я пришла в Одесскую 50-ную церковь. Вскоре я стала членом этой церкви. В ней я состою и сегодня. С 67-го года по сегодняшний день. Слава Господу, что Он меня нашел. Что сбылось реченное. Я открылся, не взывавшим ко мне, говорит Господь. Вот Он я, вот Он. Слава Ему, что Он нас находит, тогда, когда даже мы Его не ищем. Шли годы. Мне Бог дал замечательного мужа. У нас родился первенец. Я закончила институт. Я писала уже диссертацию. Все шло прекрасно. Но когда моему первенцу было 10 месяцев, он ушел в вечность. Мой мальчик умер. Это было, как я думала, очень несправедливо. Я плакала. И даже когда потом Господь нас благословил, у нас еще 5 детей родилось. Три сына и две дочери. Они не заменили мне моего первенца. Я любила и люблю всех своих детей, но я всегда помнила о старшем. Так шли годы. Меня ставили в пример. Я считала себя хорошей мамой. Замечательной христианкой. Да, я так о себе думала. Замечательная. И вот в этой праведности я существовала. Но пришел 90-й год. Год испытания для меня и моей семьи. У меня начались головные боли. В 90-м году трое моих детей уже были женаты. У меня уже были внуки. Живи, радуйся. А у меня голова болит. У меня так болела голова, что порой, чтобы не пугать детей, я убегала в поле. Я каталась по земле и грызла землю. Я кричала и выла. Я перекусывала. Я носила карандаш, брала в зубы, чтобы не скрипеть зубами. Я его перекусывала от боли. Муж пришел с рейса и ужаснулся. Он не видел меня полгода. То, что он увидел, его привело в ужас. И он заставил меня обследоваться. Я обследовалась на кафедре нейрохирургии, а ответ мне пришел из онкологии. Я приехала в онкологию. Однокурсник мой, он был уже зав кафедры, он протянул документы и сказал, читай. То, что я прочитала, привело меня в истерику. У меня саркома. У меня рак головного мозга в стадии распада. Мне жить осталось три, максимум четыре недели. Не месяц, недели. Как же ж мне стало себя жалко. Любимую. Как же ж я плакала. Я приехала домой. Я кинула папку перед мужем в истерике. Я ему кричала, все, это конец. Ты хотел знать правду, так знай. Вот она правда. Готовься, покупай гроб. Чего я только не кричала. Да простит мне, Господь, эти все слова. Но мой муж спокойно сказал, прекрати истерику. И твою абракадабру я не понимаю. Я тебе пароход проведу в любую точку земли. А вот это, я говорю, китайская грамота для меня. Прочитай, что я здесь. Я говорю, сарком. Вот так просто. Рак. И все. И что, он говорит. Ну, рак. Подумаешь. Рак. У тебя Бог есть. Я говорю, хорошо, тебе говорит. Рак у меня, а не у тебя. Друзья, я потом просила прощения у мужа. Потому что он говорил, как сжалось его сердце. Но он знал, есть Господь. И его справедливость выше любых приговоров. Да и аминь. Церковь молилась за меня с помазанием. Мне делали облучение, химиотерапию. То, что вы сейчас видите, эти волосы, им где-то 4,5 года, этим волосам. А тогда мои умные волосы покинули мою голову. После облучения химиотерапии я была лысая. Как локоть. И ни бровей, ни ресниц. Мой младший сынок даже боялся ко мне подойти. Он говорил, у мамы лицо голое. Но Господь через пророка говорит, что надо идти на операцию. Да кто же возьмет оперировать в стадии распада? Рак съел уже там все. А Господь показывает, что руками хирурга вводят руки Бога. Сколько подписал документов мой муж, как он уговорил врачей, это знает только Господь и он. От меня только требовалось подписать одну бумажку, что я согласна. Я согласилась, и вторую бумажку муж попросил подписать разрешение на ведение моих дел. то есть я передаю ему. Я подписала и это. Мне было совершенно все равно, у меня болела голова. У меня болела голова. Это, знаете, это было страшное состояние. Она болела так, что я могу быть контактной, и она болела так, когда я никого не могла видеть. И вот декабрь, декабрь 91-го года меня везут в операционную. Я врач, я врач высшей категории, я кандидат медицинских наук. Естественно, я контролирую. Я контролирую все, что происходит. Вот меня положили на операционный стол, вестеневая лампа, вот мне поставили подключичку, уже задрапировали меня простынями, осталось только прикрыть лицом. И я смотрю на эту лампу. Следующее, что я увидела, почему-то эта лампа не надо мной, а подо мной. И я смотрю не вверх, а вниз. Я слышу все, что происходит в операционной. Я слышу, как анестезиолог говорит, что падает давление, что у них только падает давление, я уже вышла давно. У меня уже ничего не падает. Я встала рядом с хирургом и заглядываю, оперируют. Лицо закрыто, но я знаю, что это оперирует меня. Думаю, как же так? Меня оперируют, и я стою рядом. Это невозможно. Это просто невозможно. Я слышу, что говорят, все, аппарат пришел в прямую линию, это профессор разряд, началась реанимация, электрошок, тело подбрасывает на столе, и ужас, меня пытаются запихнуть внутрь. Я, оказывается, с ним связана. Я упираюсь, я пытаюсь зацепиться за профессора, но мои руки проходят сквозь него. Я говорю, что не надо, не надо, я не хочу. Меня никто не слушает. Разряд, еще разряд. Но я так уперлась, что я назад не влезла. Друзья, человек выходит из тела, как из старой избы. Может, в ней было что-то хорошее, но сейчас мне вообще замечательно. У меня ничего не болит. Ничего! Думаю, зачем вы такие жестокие? У меня ж ничего не болит. Зачем вы пытаетесь меня запихнуть назад? Но они говорят о своем, а я думаю о своем. Наконец я слышу, как профессор говорит, все, время вышло. Не имеет смысла, мозг погиб. Думаю, там да, а здесь нет. Кто говорит, выйдет, скажет мужу. Я? Они не слышат. Думаю, ну и не надо. Я пошла, вышла в коридор. Когда я вышла, я поняла, что я дверь не открывала. Как-то так вышло. Мне все было новое, понимаете, новое. Я растерялась. И вот я подхожу к мужу, он стоит на коленях, и еще два брата по вере стоят с ним вместе, поддерживают его молитвой. Я к нему подошла, погладила по щеке, говорю, Славик, все в порядке, у меня больше ничего не болит. Он поднял глаза, и я вижу по глазам, что он меня не видит. А тут профессор вышел и говорит, мы не боги. Я с ним согласилась, конечно. Мы, не боги. Она ушла. Врачи избегают слова умерла. И правильно делают. не каждый вышедший из тела умер. Аминь. И я сказала, да, я ушла. Может, говорит, это невозможно. Это невозможно. Профессор говорит, что невозможно? Вы поймите, она умерла. А он говорит, неправда. Бог сказал, жива будет. Значит, будет жить. Профессор раздохнул и так сделал рукой. Он сказал, покажите его. Психиатру говорит, потому что бедные дети. Умерла мать и отец сошел с ума. Мой муж не сошел с ума. Он доверился в руку Божью. А Господь сказал, жива будет. Моя семья купила гроб. Заказали уже могилу на кладбище вырыли. Уже люди начали венки сносить. И только звонили в больницу узнать, когда можно забрать тело. А я что мне делать на этой земле? Я пошла, я пошла по коридору. В какой момент коридор перешел в тоннель, я не ощутила. Но мне вдруг стало очень тяжело идти. Вот знаете, как по болоту идешь? Вроде кочка смотришь твердая, останешь и провалилась нога. Вот так. И со всех сторон голоса вернись, вернись, еще не время, вернись, скажи людям. Да ничего не хочу говорить тем людям. И что я должна возвращаться? Но когда я шла по этому тоннелю, у меня появилось такое сравнение в голове. Не зря по первому образованию я акушерка, что наверное ребенок рождаясь ощущает то же самое. Влажноватый теплый тоннель и тяжело пробиваться по нему свет впереди. Почему-то такое сравнение пришло мне. Но я должна выйти. Я вышла. Я вышла в тот свет, который я увидела. Не вышла, я выпала. И упала не вниз, а как-то вверх. И взлетела. И раз, и второй. Также мне это нравилось ощущение, когда папа брал меня из детдома. Мы вышли за ворота, и он взял меня на руки и подбросил в небеса. И поймал. Немножко страшно? Восторг, счастье и уверенность, ведь папа поймал в крепкие руки. Я этот же восторг только более сильный ощутила, когда взлетала раз и раз. Это было чудесное ощущение. Я так ему увлеклась, что не сразу заметила откуда появился такой сгусток света. По мере приближения я видела фигуру человека. Это сияние исходило от этой фигуры. Он был так красив. Он был так красив. покрывало его голову. Изумительные красивые одежды развивались. Я упала на колени. Я упала на колени, протянула к нему руки и сказала, Господи, я пришла к Тебе. Я думала, это Христос. кто еще может быть так красив? А он отступил назад и сказал, встань. Встань, ты не должна этого делать. Я говорю, Господи, почему? Потому что я не Христос, я не Господь. Но ты так красив, кто ты? Я ангел, я посланник, сказал он. Ну, я встала на колени, чего с ангелом церемониться. Я вспомнила, ангелы, суть, духи вспомогательные. Ты должна вернуться. Ага. Я говорю, а ты там был? Вернуться. Там так грязно, так больно, так противно, не хочу. Я говорю, я хочу к Богу. Я хочу к Богу. Христос, уходя, сказал, где буду я, там и вы со мною. Да, но тебе не время. А вот времена как раз у Бога. А, как я хорошо знаю то, что мне надо. И вот он сказал, хорошо, ты пристанешь перед Богом. Значительно позже я вспомнила, он не сказал, увидишь Бога. Он сказал, ты предстанешь перед Богом. Следуй за мной. Я повернулась следовать за ним. И в это время я увидела, откуда я вышла. Не из тоннеля, а это была завеса мрака. Понимаете, такая вот завеса мрака, как городской смог. Грязный, безводный такой вот смог. Я даже посмотрела, не выпачкалась если... Друзья, микрофон устал, а вы? Слава Богу! из этого тумана выходили еще души. Они выходили в таких красивых одеждах. Они пели, они пели псалмы. Многие из них я знала псалмы. И уходили куда-то вперед и в вечность туда. Я так залюбовалась ими. И тут совершенно внезапно выскочила душа голая. Абсолютно голая. И такой ужас был у него на лице. Его знаете, он заклебывался своим криком, потому что крик не вырывался. Этот ужас, эти глаза и мерзкие грязные лапы схватили его за плечи, за локти, за бедра, за голени и втащили назад. Я замерла. Ангел подошел ко мне и спросил, почему ты не следуешь за мной? Я говорю, кто это? А тут из этого мрака, из этой завесы вышло две души, они почему-то держались за руки, может они ушли в вечность одновременно, не знаю. и они пошли туда вверх. И выскочила опять голая душа, на этот раз женская, и тоже этот немой крик. Я спросила, кто это? Кто? Скажи! А он говорит, это показал на одетых, это дети Божьи. Они совершили течение на земле и идут теперь пред лицо Божье получить венец славы. Слава Богу! А голые? А голые, они думали спастись своими делами. Они не приняли Иисуса Христа как личного спасителя. И у них нет перехода. Я говорю, где они теперь? Если Господу будет угодно, ты узнаешь, сказал ангел. Я говорю, почему они голые? Они лишены славы Божьей, сказал ангел. Я вспомнила одежда праведного слава Божия. Я посмотрела на себя Аллилуйя! Аллилуйя! На мне была одежда! Слава Богу! Я каждый раз радуюсь, как тогда обрадовалась. Слава Господу! На мне была одежда. И я вспомнила апостола Павла. Помните первое послание Коринфянам? Смотрите как бы вам не оказаться голыми, думая, что вы одеты. Апостолу Павлу тогда еще Господь показал голых. Как бы нам не оказаться в своей праведности, наша праведность это мы голые, а Божья праведность мы одеты. слава Ему! Слава Богу! И мы с ангелом продолжили свое движение. Я говорю продолжили движение, потому что у нас было два вида движения. Я ощущала босыми ногами траву и тверди небесную. Я не говорю землю, потому что она не похожа была на землю. Там не было ничего черного, грязного, твердь небесную. И эта трава ласкала мои босые ступни. И в то же время мы перемещались как бы толчками, оказываясь каждый раз на новом месте. Это было так восхитительно. Друзья, на небесах есть реки, озера. Реки берут начало у трона Божьего. озера, леса, сады. Это замечательно. Сколько новых животных я видела. Я узнавала тех, которых я знала на земле. Может, ладно, будем пробовать и микрофон, и так. И тех, которых я не знала. Я вертела голову в все стороны. Мне было очень интересно. Музыка, музыка. Мне так она нравилась. Притом, от рока до классики. Но все это так органично дополняло друг друга. Я имею в виду рок-н-ролл. Я не имею в виду хэви-металл. Это немножко разные. И разных богов эти музыки славят. Да, и аминь. Но я видела группы людей. Я говорю людей, потому что я их воспринимала именно как людей. Друзья, с прекрасной кожей, с замечательными лицами. Я узнавала знакомых, узнавала друзей, и только поражалась. Ну как же так? Эта сестра, она же ушла стариться и в вечность. Ей же было хорошо за 80. А здесь она молодая. Я удивлялась и только крутилась во все стороны, рассматривая. Я думаю, откуда свет? Свет становится все ярче, ласковее, нежнее, он осязаемый, он не такой свет. Он живой. и только я хотела спросить ангела, откуда свет, как я увидела, что мы остановились. И свет льется от трона Божьего. Мы стоим у самого подножия, а я вот такая маленькая у трона. Вот такая маленькая, я вижу только нижний ряд украшенный. Но друзья мои, какая эта красота. я любовалась этой красотой, но я услышала голос. Этот голос, когда ты спросила меня, да коли будешь гнать меня, Татьяна? Этот голос утешал меня, когда я ложила в гроб своего младенца. Этот голос обличал меня, а я ему говорила, сама знаю, тише, исповедуюсь и все будет в порядке. Да, это говорил Господь. Я узнала этот голос, и Он спросил меня, что ты сделала для меня? Господи, да моя вся жизнь в Тебе. Я всю жизнь свою отдала Тебе, Божия. Лучше бы я сразу сказала, Господи, я ничего не сделала для Тебя. Ну как же, я ж героиня. Вся моя жизнь Тебе. Как стыдно. Два ангела, они вынесли книгу жизни. Я поняла, что это моя книга жизни, когда Божья рука сняла печать и книгу открыли. Я увидела январскую ночь и женщину на морском берегу, которая корчилась в родах, вот она родила младенца, перекусила пуповину и кинула младенца в море. А волна выкинула младенца на песок. Она тогда со злостью подобрала этого младенца, завернула в шаль, куда-то побежала. Она падала по дороге на слабое после рода. Она прибежала к какому-то домику, такой финский домик. Она кинула младенца на порог и убежала. Через какое-то время вышел мужчина, он очень торопился, а тут сверток покатился со ступенек. Он упал и закрыл голову руками. Он, видимо, думал, что это заминировано. Но такую мину даже он не ожидал. Я узнала своего отца. Это был мой отец, в этом свертке была я. Когда меня брали из детского дома, мне родители сказали, что меня потеряли при переезде. Все-таки 1947 год, только кончилась война, и меня просто потеряли при переездах из гарнизона в гарнизон, с заставы на заставу. Никто меня не терял, меня просто выбросили. И когда у моего папы умерла дочь, а жене поставили диагноз бесплодие после операции аппендицита и перитонит, она ему сказала, что у тебя же есть дочь, давай найдем. Так я оказалась в семье. Я узнала много подробностей и много тайн, которые скрывались в нашей семье. Это была моя жизнь. И я сказала, Господи, вся моя жизнь в Тебе. И я увидела, как я жила для себя. А не для Бога. А что ты сделала для меня? Спросил еще раз Господь. Я говорю, Господи, я читала Слово Твое. Я утром и вечером читала по главе. И я вижу, я говорю, что я читала Слово Слово, и я уже вижу на экране, как я его читала изо дня в день, и что при этом было. Потому что я вижу не только, как я читаю, но что я при этом думаю, что схватываю с постели, быстренько одной рукой ставлю чайник на газ, второй рукой достаю бутерброды, мазать, то вспоминаю, надо разбудить детей, бужу детей, ой, надо же прочитать главу из Библии, это же каждое утро надо. Я открываю наугад, Господи, ну почему 118-й псалом сегодня? Вы знаете, друзья, это самый длинный псалом. Почему именно сегодня, когда я проспала? Я прочитаю сегодня 149-й. Он вот такой, а Господь мне говорит, я хотел, чтобы назидалась твоя душа, я говорил тебе, а ты не пожелала слушать, а что ты сделала для меня? Господи, я молилась, я молилась постоянно, и утром, и вечером, и в течение дня, везде, на каждом месте, где у меня была возможность. Я говорю это, сама смотрю на свою книгу жизни, как я молюсь, дай Боже, сделай Боже, помоги Боже, огради Боже, вразуми Боже, наставь Боже. Ты превратила меня в слугу, сказал Господь, потому что он давал, делал, ограждал, помогал, благословлял, вразумлял, ни одна, даже самая короткая моя молитва не осталась без ответа. И когда я восклицала, Господи, благодарю Тебя, что Ты вчера не слышал моей молитвы, слышал и ответил. просто не так, как я просила, но ответил. И я вспомнила, просите и дано будет. Все знают этот стих? А следующий? А если просите и не получаете, не на добро просите. Господь не дает, когда это принесет нам вред. Слава Ему! Слава Господу! А что Ты сделала для меня? Господи, я десятину платила. А я увидела, как я платила десятину. Да, я получаю 120 рублей. 12 рублей я кладу в Библию, это же десятина. потом подумала и шесть снимаю. У сына ботинки порвались. Господи, ты сказал вначале свои. Ты же сказал, Господи, значит, я следующий месяц положу больше. Ничего я не положила на следующий месяц больше. Но тут из-за трона вышел Малахия. Друзья, он вышел и держал в руках скрижали и читал «Хорошо ли человеку обкрадывать Бога?» Я замерла. А он читает дальше «Принесите десятины и пожертвования в дом мой, чтобы в нем всегда была пища». Пожертвования. Как же я раньше читала, я этого слова в упор не видела. А я вижу, как на экране собирают пожертвования с десяти наиболее-менее понятно и то обжуливало Господа. А с пожертвованиями, ну почему я? У меня пятеро детей. Бог богатый, Он снабдит нужду. Там у брата или у сестры, особенно, когда собирают на тех, кого я не знаю. А когда пожертвования на евангелистов, они где-то там ходят, а я здесь в плоти. Хорошенькое дело. Да, друзья, я это думала, но я никогда не могла себе подозревать, что это записано и что я это увижу. Если до этого я еще пыталась выдраться из-под руки ангела, то здесь я замерла и думаю, какая же маленькая рука у этого ангела, что он меня не может закрыть. Куда ты скроешься от глаза Божьего? А что ты сделала для меня? Я говорю, я не знаю, Боже. Наконец-то я произнесла то. Я говорю, я не знаю, Боже, что я должна была сделать, Господи. А что я сказала апостолу Петру и брату его Андрею, когда призвал их, ты же читала? Я говорю, я не помню. Я не помню, но ангел, мой добрый ангел, он подсказывает мне, следуйте за мной. О, я вспомнила, следуйте за мной и я сделаю вас лотцами душ человеков. Да, и сколько душ ты привела ко мне? Где сноб твой? Я посмотрела на свои руки. До этого мгновения мне казалось, что я одна стою у трона Божьего, потому что Господь сокрыл от меня окружающие. Но здесь я увидела, что у трона стоят еще души, со мной же выходили другие, и они стоят, и души держат снопы. Покажи мне плоды свои, говорит Господь. Я смотрю на ангела, он держит корзинку, и там так мало плодов. Там даже девяти не набралось плодов. И они не лучшего качества. А рядом стоят души, их ангелы, держат корзины с прекрасными плодами, а они держат снопы, у одного руки не сходятся, такой сноп большой, а другой кладет свой сноп под ножи трона, а у него в руках новый появляется, он опять кладет, у него опять новый, а я остаюсь одним колоском. Не один единственный колосок, друзья, мне так стыдно, я так протягиваю к Господу, и сама себе думаю, а ведь должно бы быть хотя бы еще пять, у меня пять детей, но к стыду своему скажу, друзья, это не мои колосьи. Я была неразумной матерью, я научила своих детей бояться Бога, я не научила их любить Бога, и мне Господь показал только одно утро из моей жизни и моих детей, когда я утром раздраженная, я пришла после ночного дежурства, а тут воскресенье, надо ехать в церковь, это 30 километров, я хватаю детей, бужу их, младше кушать, какой кушать пост, в посте надо в церковь, и вот я их притаскиваю, сажаю на переднюю скамейку, сидеть, руки, мои дети кладут ручки на коленки и смотрят, так, Бог все видит, так и знайте, только шелохнитесь мне, а сама я иду, меня интересует, а там каталог Арифлейм, ну да, только появился Арифлейм в Украине, я сажусь и начинаю сестрички рассматривать, так, это мне уже не надо, вот это, о, вот это новое, интересно, вот этот крем я, наверное, возьму, тут я замечаю, что пастор на кафедре, он поднимает всех на молитву, но не мог он через две минуты, я из него успела заказ сделать, позорище, я уже плачу, а мои дети, они сидят, смотрят на проповедника и тихо ненавидят Бога, внешне благополучные мои детки, они тихо ненавидят Бога, и это сделала я, их мать, это ужасно, поэтому Господь позволил мне выпить очень горькие чаши с каждым из моих пятерых детей, и то, что сегодня все мои пять детей и девять внуков спасенные и любят Бога и служат Ему, все потому, что милостивый Господь дал им мудрого Отца, слава Богу, слава Богу, АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И вот я уже плачу, мне уже совсем плохо, но раздался голос, этот ужасный голос, скрипучий, мерзкий, он хохотал, он хохотал и говорил Богу, отдай ее мне, она служила мне, она моя, я с ужасом посмотрела, кто претендует на меня, дьявол, это он пришел, я не помню, какие черты лица его, потому что его глаза, они буквально ненавидели меня, и вдруг я с ужасом увидела, что у него-то корзина полная, и я вижу, что это совсем свежие, свежие плоды, это то, что он насобирал от моего последнего покаяния перед хлебопреломлением до моей смерти, а корзина-то полная, и там все, непослушание, ропот, зависть, раздражительность, злословие, он не потерял ничего, он ничего не потерял, вы понимаете, он ничего не потерял, он все принес, и я поняла, в этот миг я к своему ужасу поняла, если сейчас Господь скажет, бери, это будет высшая справедливость, это будет справедливо, я уже не надеялась ни на что, но тут я увидела Голгофу, я увидела Голгофу, и Христос на меня смотрит, его глаза, он так на меня смотрел, ему было так больно, но он не судил меня, он смотрел с любовью, а я, а я потрясала кулаками и кричала распни, распни его, я закричала Господи, ну как такое может быть, две тысячи лет, две тысячи лет прошло, Господи, я не жила тогда, а Господь печально так сказал, но грехи, которыми ты согрешала, это они распяли сына моего, я приготовила, что меня дьявол сейчас заберет, но кровь Христа пролилась за меня, и дьявол исчез, а Господь взял мое лицо в свои руки, он отер пальцами глаза, я и сейчас ощущаю его руки на своем лице, он сказал, не плачь, дитя, дорогая цена уплачена за тебя, дорогую цену ты куплена, не плачь, ты вернешься, ты увидишь то, что немногие видели, и ты вернешься, и расскажешь людям, я сказала, да, 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 Господи, я сделаю все, что ты скажешь, испытай меня еще, Боже, безумно, я не знала, что я просила, но Господь испытал, и слава Ему, и слава Ему, что Он ни разу не положил на мои плечи больше, чем я смогла поднять, Он всегда поддерживал, слава Ему, а тогда Он открыл небо, и я увидела землю, друзья мои, я увидела ее от края до края, эту землю, я увидела свою церковь, увидела православную церковь, я увидела, как на одной православной церкви бесы раскачивают колокола, и на этот звон идут люди, они говорят о чем-то мирском, своем, потом они заходят в церковь, покупают свечи, а стоит большой демон, черпает огонь откуда-то снизу, с ада, и дает зажечь свечечки, мелкие бесы заскакивают в иконы, и становятся туда, и корчат рожи, люди этого не видят, они ставят свечечку, крестятся и уходят, это ужасное зрелище, но я увидела и другую православную церковь, где стоял священник со словом Божьим, и народ на коленях славил Бога. Там на колоколах не было бесов, не было. Я закричала Господи, но в наших церквях не так, не так, и я увидела свою церковь, я увидела, как я иду на служение, чем заняты мои мысли, я увидела братьев и сестер, на некоторых из них ехали бесы, они тоже здоровались между собой, они перепрыгивали с одного на другого, они щипали детей, чтобы дети капризничали, и вот заходят в церковь и бесы заезжают, они резвятся, они прыгают по рядам, это ужасно. Я говорю, как такое может быть? Ну вот запели, им стало неуютно, им очень стало неуютно, они стали сбиваться в группки бесы, они уже собираются на одном, на двух, они уже не скачут по всему залу, а когда проповедник открыл Слово Божие и начал читать, они в панике кинулись в разные стороны, они в любую щель забивались, они выскакивали в двери, в окна, но они далеко не уходили, они оставались возле дверей, и когда после собрания душа, которая вышла на покаяние, которая обновила покаяние свое, выходила, он шел, он нес два-три беса на себе, а он выходит, они кинулись на него, ага, а уже ограда, и они не могут, как через стекло, их отбрасывает назад, но они же не хотят остаться без хозяина, они хотят, и куда, и я видела, как один брат, он шел, нес на себе одного беса, а когда вышел, на него накинулась целая стая, и он ушел, как виноградная гроздь, облепленная ягодами, теми бесами, потому что он не покаялся, он остался в том положении, в котором пришел, я потом узнала, когда побывала в аду, что бесам в аду тоже очень плохо, они там мучаются, и для них за благо выйти на поверхность, а бес, который потерял своего подопечного, он возвращается в ад, и дьявол его за это наказывает, поэтому он норовит за кого-то зацепиться, а те, которые ехали и раньше на своем подопечном, они этого спихивают, и мне нужен такой сосед. Я не подозревала, какая духовная война идет на земле. Это ужасно. Друзья, крыши на домах как бы были сняты, и я видела, те, кто спит, кто и какие сны им навеивает. Если человек, отходя ко сну, на коленях, просил благословения у Господа, и Господь послал ангела охранять сон его, демоны и бесы не могут подойти, человек спит спокойным сном. А если человек уснул с нераскаянными грехами, как они подходят и навевают кошмары, и Слово Божье говорит, и да не сядет солнце во гневе вашем. Я поняла, это для того, чтобы враг, когда мы спим, не мог подойти к нам. Примиритесь с ближними своими, да не сядет солнце во гневе вашем. И Господь сказал ангелу, покажи ей то, что она должна увидеть. И мы оказались возле прекрасного города. Это город, эти жемчужные ворота, они открылись. Да, это цельные жемчужины, друзья, в обрамлении драгоценных камней. Я не ювелир, я не очень разбираюсь в камнях, но я узнала их, потому что они все описаны в откровениях Иоанна. Почитайте жемчужные ворота, они таковы. Это чудо. Они открылись, и я хотела войти в город вратами. Но ангел взял меня за руку и сказал, что ничто нечистое не войдет. И я увидела, что на моей одежде пятна. А как же им не быть? Ведь дьявол принес целую корзину моих плодов, понимаете? И они тут же отпечатались на моей одежде. В небесном Иерусалиме сейчас нет жителей. Этот город приготовлен для церкви. Он уже готов в небесный Иерусалим, в котором будет царствовать Христос со своей церковью. Он прекрасен. Я видела стеклянное море, на котором станет невеста Агнца, и дымка над этим морем, как вуаль невесты. В Слове Божьем написано стеклянное море, но это стекло высшего качества, мне хочется сказать, хрусталь. И это море, оно живое, оно прекрасно. и никто не смеет встать на твердь морскую, потому что это место для невесты. Слава Богу! А мы оказывались все время на разных местах, и я видела небожителей, я видела друзей, которые ушли в вечность, я увидела пастора из Ганы, это страна на юге Африки, мы с ним были очень дружны здесь на земле, и когда он ушел в вечность, мы с мужем скорбели, что еще на одного хорошего человека стало меньше на земле. Но когда я его увидела, я скричала, брат Нельсон, а почему ты не черный? Он был негр здесь, а он мне с улыбкой ответил, потому что ты не белая. Я с удивлением посмотрела на себя, друзья, а у меня жемчужная кожа, как розовый жемчуг, подсвеченный изнутри, и он такой же. Я вспомнила, не все вы умрете, но все вы изменитесь. Нам Господь дает другую плоть. Слава Ему! Сейчас в начале собрания звучала хвала Господу, а ведь первый раз я этот псалом услышала на небесах, а сейчас я его услышала второй раз. Помните псалом, когда здесь две прекрасные девочки танцевали. Вот так танцевали юноши, группа юношей именно под эту музыку. Они вот так же танцевали и славили Бога. От этой группы ангел отделил одного юношу и подвел ко мне. И говорит, смотри, кого я привел тебе. Я смотрела на него, что-то очень знакомая. Я говорю, ну разве я его знаю? Но юноша открыл устатство и сказал мама, мама, благодари Бога. И я как клена спала с глаз, я узнала своего сына. Но не десятимесячного, нет, друзья, это был взрослый юноша. И он там танцевал и славил Господа. Я говорю, сыночек, ну почему ты так рано покинул меня? Твои пятеро братьев и сестер не смогли мне заменить тебя, сыночка. Я хотела его обнять. И он сделал шаг ко мне, но ангел вытянул руку и сказал, она вернется. И мой сын отступил, и он сказал, мама, прославь Бога, если б я остался на земле, я никогда не попал бы на небеса. Господи, слава тебе, что ты предузнал моего сына прежде, чем он впал в грех, и забрал его тогда, когда он был свят. Слава тебе, Господи! Сейчас, когда моего мужа спрашивает, сколько у него детей, он говорит, шесть. Пять на земле, и один на небе. Слава Богу! Но мы оказались в другом месте. Это был как бы сад, или парк, потому что там были разные деревья, с цветами и без цветов, с плодами и без плодов, всякие, но все, каждый листочек пел Богу хвалу. И все это сливалось в одну прекрасную, замечательную мелодию. А с земли поднимались цветы, сплетались и венки и ложились к подножию трона Божьего, и он вдыхал аромат этих цветов, и ему нравилось это. Я спросила, откуда цветы? И увидела, что с земли, на земле хвала, хвалят Бога. Народ Божий хвалит Бога, и эти голоса превращаются в цветы, ароматные. Там прекрасные лилии и розы, там нежные незабудки и ромашки, и даже они пусенькие такие цветочки, но красивые, красивые. Я раньше стеснялась петь в церкви, у меня очень скрипучий голос, а слуха у меня никогда не было, поэтому я всегда стеснялась, но сейчас я пою, потому что даже вот такая вот кашка моя, может быть манюпусенькая, она не портит общего букета славы Господа. Аллилуйя! Пойте Господу хвалу, ему угодно эта жертва, слава ему. и там я увидела домик, прекрасный такой домик, как пряничный, я спросила ангела, кто там обитает, мы вошли и увидела отца, но не семидесятилетнего, нет, а молодого, молодого, я его такого и не знала, моего отца, он что-то делал, и он пел, славьте Бога, славьте всей душою, мой папа никогда не знал ни одного с ума, друзья, он успел покаяться буквально за несколько минут до смерти, на больничной постели, я говорю, папа, а почему ты так далеко от трона? А он сказал, я как головня выхваченная из огня, как головня выхваченная из огня, Господи, слава тебе, что ты из огня вытаскиваешь, слава тебе Божия, друзья, а мы могли бы общим пением прославить Господа, или вы не поете общих псалмов? Поете? тот, который вам на душу Господь положит. Знаете, ангелы в небе Господа славят? Знаете? Ну, давайте. Потому что, друзья, сейчас, когда мы спустимся вот, вот. 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 Черно-велика начало ей пьется на криках, и как волна лопает берега, и широка, сильна и глубока. И если не было любви, любви Христа, мы вне смотри иметь надежду вечно жить, и как спаситель всех людей любви. Он вас любит, тебя меня давно, Он вас любил, и те, кто лишь одно, твердили нет, и поднимали смерть, а Он с любовью призывает всех. И если не было любви, любви Христа, мы не смогли иметь надежду вечно жить, и как спаситель всех людей любви. Приди скорей, скорей, тебя Он ждет, давно стоит у каменных ворот, стучит к тебе, открой уже парад, прими любовь без благостей брать. И если не была любви, любви Христа, мы не смогли иметь надежду вечно жить, и как спаситель всех людей любви. О, если б знал живущий на земле, любовь Христа лишь ею дышат все, и если Бог любовь отнял на миг, то этот мир давно уже погиб, любви. если не было любви, любви Христа, мы не смогли иметь надежду вечно жить, и как спаситель всех людей любви. И если не не было любви, любви Христа, мы не смогли иметь надежду вечно жить, и как спаситель всех людей любви. Аллилуйя! Аплодисменты Мы оказались со стены мрака, с ангелом. Только что я вдыхала прекрасные ароматы. Я была счастлива, моя кожа дышала, я видела прекрасные, замечательные лица, и хуры ангелов, я видела Херувимов и Серафимов, которые восклицали, свят, свят, Господь Саваоф, потому что каждое мгновение Господь им открывался глубже и ярче. Это было замечательно, но вот ад. Да, это был ад. Потом уже смрад ударил в лицо. Мне казалось, пламя опалило на мне волосы, и кожа натянулась. Она высохла моментально. Мне казалось, она сейчас лопнет. Моя прекрасная жемчужная кожа сейчас лопнет. Но ангел взял меня за руку и увлажнял кожу. Мне вначале показалось, что мы оказались среди этих голых людей, но мы не оказались среди них, они были перед нами. Они метались, они не имели ни минуты покоя. под ними был ад, огонь, бесы, стоны, вопль, а над ними были небеса. Это ужасно. Они видели, откуда они не спали. И они еще надеялись, потому что ангел сказал, что они здесь содержатся до суда. до суда они здесь содержатся. Они уже ничего изменить не могут. Уже вот тот багаж, который они набрали за жизнь, вот то они и принесут на суд. А дьявол, чтобы еще запугать, он пускает огненные стрелы, которые высвечивают, оставь надежду сюда вошедшей. Но у них еще есть надежда. И слава Богу за это. Я видела своего одноклассника, который упрекал меня, почему ты не настояла, почему ты не рассказала мне о нем. Имя Христа не произносится в аду. Поэтому он говорил о нем. Я говорю, ну ты не слышал, ты не хотел слушать. Ты должна была, он мне кричал. Мне было больно. Я чувствовала себя виновата, что я действительно не настояла, не рассказала ему о Господе. Хотя он говорил, что он занимается йогой, что Христос пришел, как он тогда выразился, для быдла. А так каждый может сам войти со своими делами. Главное набрать побольше дел. Дела не спасают. Как вера без дел мертва, так и дела без веры. Дай Аминь. Я отвернулась. Но то, что я его видела, меня привело вообще в шок. Как бы аквариум, наполненный газом. И в этом газу плавают человеческие зародыши. Недразвитые человеческие души. Они кричат, они кричат, не убивай, не убивай меня, мама, не убивай, я хочу жить, я буду любить тебя, только не убивай. Я знаю, что я нежеланный, но я буду любить тебя, я стану опорой тебе. Они обращаются к отцам, они кричат, защити. Я торопела. Я уже догадывалась, кто это. Но спросила ангела, кто это. Это вред. Души, которые должны были прийти в мир и совершить свое течение. нет. Но родители, убийцы не пустили их совершить это течение. И теперь они здесь содержат это суда, где они будут свидетельствовать против своих родителей. Я скричала, но Бог не нуждается в свидетелях. Да, Он не нуждается в свидетелях. Но чтоб души родителей и убийц не сказали, что Бог лжец, эти души придут на суд. Меня взяла оторопь. Я возблагодарила Бога, что у меня не было ни одного аборта. Что всех, кого мне дал Бог, они пришли в этот мир. Слава Богу! Но вдруг я увидела, как бы, как, знаете, рукой кто-то взял и извлек душу. Она поднялась вверх и исчезла там наверху. Потом другая. Я испугалась. Я говорю, куда они исчезают? Что происходит? И ангел сказал, ничего, все хорошо. Родители покаялись. Им прощен этот грех, они больше не убийцы. И некому свидетельствовать против них. Слава Богу! Слава Богу! Я говорю, ну что будет с этими душами? Это знает Бог, сказал ангел. Каждый раз, когда произносилось имя Бога, ад ревел и кидались на нас всякие сущности, от громадных демонов до мелких бесов. Они пытались налететь на нас и разорвать. Им ненавистно имя Бога. Но Господь ставил ограду. Мы были как под стеклянным колпаком. И они разбивались об этот колпак и отлетали. Слава Богу, что он спускается в ад и ограждает своих. Велик он. И сила его велика. А мы шли дальше. Друзья, мы прошли все девять кругов ада. Все девять кругов. В одном круге я видела, как демоны разрубают души. Они секирами разрубают их на части, и каждая часть корчится от боли. Вот разрубили, но уже вот такие кусочки, и каждый кусочек корчится от боли. Кажется, вот сейчас уже изрубили, рассеется все. Но нет. Все это месиво собирается вместе, и восстает душа сначала. Крови нет. В аду нет воды и нет крови. Ибо и то, и другое принадлежит Богу. Крови нет, но от этого боль не становится слабее. Я спросила, что это? Почему? Почему такая мука? Это делавшее разделение, сказал ангел. Я говорю, я не понимаю, что значит делавшее разделение? Они искали своего и делили Церковь Божью. Они искали своего и разделяли семьи. Стараясь возвеличить себя, они делали разделение на работе. И теперь они ощутили это разделение в полном объеме. Я там увидела знакомые лица тоже. Я отвернулась. Они вопили ко мне. Они простирали руки. А что я могла сделать? Ничего. Ничего. Друзья, молитесь о своих близких, пока они на земле. Когда они уйдут в вечность, вы ничего не сможете им сделать. Ничего. Понимаете? Не обольщайтесь. Своим соседям, православным, католикам говорите, что они только самообольщаются. И пусть молятся лучше за живых. Потому что те уже обречены. Я отвернулась. Но я увидела глаза моей бабушки. Я только что на небесах видела моего папу. Ее сына. Он как головня, выхваченный из огня. А моя милая бабушка, у нее столько икон было. Она знала столько молитв. А теперь два больших демона клещами, такими щипцами, вытаскивают ее язык. От раскаленных щипцов он начинает гореть. Медленно, медленно. Он горит. Пламя ползет в гортань. Она вначале кричит, потом хрипит. И вот она выгорает. Она выгорает вся изнутри. И вот лопнула. Осталось уже пепел. Сейчас он развеется. Я так надеялась. Сейчас он развеется. Но нет. Пепел падает кучкой. Щипцы разжимаются. И сгоревший кусочек языка падает на этот пепел. И она опять становится. И мука начинается сначала. Уже более тридцати лет она там. А впереди вечность. Я кинулась помочь ей. Я чувствовала, что у меня влажная рука, за которую держал меня ангел. Я хотела хоть чуть-чуть потушить. Потушить это пламя. Но теперь дьявол поставил преграду. И я не смогла к ней прикоснуться. А она... Она смотрела на меня. Она молила глазами. Я спросила ангела, как же так? У нее уже были иконы. И ангел сказал, ее идолы ее не спасли. Она имела лживый язык, лживые уста. И я вспомнила, как когда-то в детстве услышала соседке, говоря о ней. Одна сказала Наташка. А та говорит, какая Наташка? Да черноротая. Я тогда прибежала домой и смотрела бабушке в рот. Говорю, бабушка, а что говорят, что ты черноротая? Вроде как розовенький ротик. Теперь я поняла, почему ее назвали черноротой. Она лгала. И язык. Она не обуздала его. И теперь он ее губит. Это страшно. Я ангелу говорю, давай уйдем. Давай уйдем. Я не могу это видеть. Ты должна это все увидеть, сказал ангел. Я увидела котлы. Котлы, знаете, в них что-то кипело, такое, как нечистоты. Это не смола. Это что-то такое мерзкое. И оттуда вырывались огненные языки пожирающие. И души. Там они обгорали. От них отлетали куски плоти. И все это вопль. И на котлах какие-то надписи. Я спросила ангела, что там написано? Она говорит, котлы подписаны. Православные, баптисты, методисты, конгрешане, литеране, пятидесятные. Я говорю, что? Да. Да. Потому что в том котле я увидела пастора моей церкви. Когда он разбился на машине, его не давали хоронить почти пять дней, потому что пришли лже-пророки и сказали, что Господь его как Лазаря оживит. Его даже дергали за рукав из гроба. Лазарь, восстань. А он уже в это время был в аду. Это ужасно. Я говорю, ну как же так? У него же такие проповеди были интересные. Я сама любила ходить на те собрания, где он проповедовал. Я услышала голос небес, но его услышал весь ад. И затрепетал. И стали разбегаться, прятаться. Это сказал Господь. Он говорил правильные слова, но в сердце не пустил меня. Сказал Господь. И я вспомнила написано, слушайте, что они говорят, но не поступайте по делам их. Теперь у меня была иллюстрация перед глазами. Как бы я хотела ее никогда не увидеть, этой иллюстрации. Я не называю имя пастора, друзья, потому что пять его сыновей, когда я вернулась на землю, рассказала им. Его жене, я сказала некоторые подробности, которые знали только о нас мужем и Господь. Они приняли это обличение. Они покаялись. И Господь им простил. Поэтому я не называю сегодня его имени. Потому что им прощено это. Слава Богу! Мы спускались ниже. Мы спускались все ниже в ад. Друзья, простите, я каждый раз, когда свидетельствую об этом, я переживаю все сначала. Я не актриса, я не умею держать себя в руках. Поэтому простите мне мои эмоции. И вот мы достигли самого дна. Девятого круга. В седьмом круге я видела огненное озеро. Огненное озеро, в нем пока никого нет. Но слуги дьявола пытаются душами закидать это огненное озеро. А оно приготовлено для дьявола. Души не долетают. Дьявол все еще надеется, если он закидает это озеро душами, то ему не хватит места. Хватит. Слава Богу! Это место приготовлено для него. Слава Христу! Он победитель! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И музыка Ада. Представляете, вопль, скрежет зубов, стоны. И музыка. Хэви метал. Почему я вам подчеркнула не рок-н-ролл? Хэви метал. И когда, иногда проходя вечером мимо дома, я слышу из подвала доносится это музыка из какого-то клуба ночного. Я знаю, кто там гуляет. Я знаю, это дьявол выкинул свою музыку, чтобы обольщать наших детей. Когда мы спустились в самый низ, это было как приемная перед маленькими дверями. Вначале мне показалось, что я попала между людьми. Потому что это были люди. Бизнесмены и бизнес-леди. В костюмах от Версачи и Дольче Кабана. Роскошные такие, шикарные, с ноутбуками. Это были нищие. С ранами, в струпьях. Во всяком лохмотье. Там были все сословия. Все сословия, которые есть на земле. Но их объединяло только одно. Их лица. Я не могу сказать лица, мне не хочется сказать морды. Я даже не знаю, как их назвать. Эти злобные глаза, они грызлись между собой. Они толкались. Там нет мира. Они друг у друга что-то вырывали, что-то оспаривали. Вдруг я смотрю, что двое стоят обнявшись. Я иногда на земле на остановках вижу таких гомосексуалисты. Это дьявол. Их выкидывает сюда на землю, чтобы они совращали молодежь. А если получится, и народ Божий. И видела, как разливают спиртное. Как готовятся наркотики. Это все делается там. И мода шьется там. Я была страшно поражена, когда я увидела штаны, которые носят мой сын. Так называемые драные джинсы. Я посмотрела, что у него дырки вроде как на приличных местах. Вроде как. Я не видела в этом ничего. Даже когда мне пастор сказал, сестра Таня, в каких штанах ходит ваш сын? Он даже в церковь приходит в этих штанах. Я ему сказала, пастор, будьте проще. Повзрослеет, поменяет штаны. Но я не знала, что эти штаны шиты по шаблонам ада. И они призваны для того, чтобы смутить целомудренных сестричек. И дьяволу это удается. Чтобы мысли непотребные появлялись в чистых головках неискушенных сестричек. И я, мать, я потакала своему сыну. А он необдуманно, он не собирался совращать сестричек. Он, кстати, у меня сейчас еще не женат. Младший сын, хотя ему 30 лет. Он мне говорит, что он будет как апостол Павел. Ну, да укрепит его Господь. Аминь. Но тогда я ужаснулась. А еще больше я ужаснулась, когда я узнала шутки, всевозможные скабрезные, они тоже придуманы в аду. Как потешались демоны, когда задавали друг другу вопрос, чем пахнет мода. Мода. Прочитайте наоборот. Мода. Мода. Чем пахнет мода? Адам. И эта шутка оттуда. И за эту шутку один демон вышел на поверхность. Дьяволу она понравилась. Ну, вот через них всех лезет большущий демон. Он что-то держит в своей лапище. Он буквально идет по головам. На него огрызаются, шипят, но признают его лидерство. Почему? Когда он разжал свою лапищу, я увидела почему. У него в лапе душа. Человеческая душа связанная. Он уловил кого-то. Понимаете? И человек продал душу дьяволу. И вот эта нечисть подошла к этой маленькой дверке. Дверка открылась. И я увидела подножие трона дьявола. Это он за этой дверкой себе сделал тронный зал. А почему маленькая дверка? Потому что, как сказал мне ангел, ему никто не поклонится из его слух. Поэтому он сделал маленькую дверку, прежде чем войти к нему поклоняться. И он требует, чтобы так и выходили. Задом назад. Пятились. Я не знаю, как выглядит трон дьявола. Мы не заходили туда. Мы не поклонились дьяволу. И слава Богу! Когда я узнала эту душу, это один украинский политик. Он ныне здравствующий. Он продал свою душу дьяволу за власть. И скоро он придет к власти. Но дьявол обманул его. Теперь в этом теле живет демон. А душа связанная находится там же. Этой властью будет пользоваться демон. Поэтому грядет на Украину гонение. Надо пользоваться, друзья, сегодня днями благодати. Ибо они коротки. Ибо Господь сказал, на короткое время открою. И слава Ему, что открыл. Слава Ему! Я когда увидела это, я вообще обвисла на руке ангела. Я и так цеплялась за Него в аду обеими руками. На небесах я все время норовила освободиться от Него. Я хотела идти сама. А здесь я вцепилась в Него обеими руками. Не дай Бог потеряет. Друзья, не дай Бог. И тут Господь сказал, достаточно. Она видела, достаточно. И мы оказались опять перед стеной мрака. Несмотря на то, что там полыхал жар, меня знобило. Меня просто знобило. И вот, когда мы стояли у трона, у этой завесы мрака, я говорила с друзьями, мы к трону больше не поднимались. Мы стояли у завесы мрака. Господь сказал, вернись и расскажи людям все, что ты видела. И скажи, время приблизило. Приблизилось. Покайтесь! Я при дверях. Еще плоть твоя не узнает тления, как церковь возьмется. Друзья, я сорок седьмого года рождения. С сорок седьмого. А что в Библии написано? Какой век? Шестьдесят? Кто покрепче? Восемьдесят, да? Ну, женщина меня родившая, у меня такое разделение. Мама, это та, которая меня воспитала. А та, через которую я пришла в этот мир, женщина меня родившая. Когда моя дочка в Москве начала составлять родословную, это ее детям в школе задали, они наткнулись на то, что бабушка этой женщины прожила сто сорок шесть лет. Она внесена в книгу рекордов Гиннеса. Поэтому, ну не обольщайтесь. Если я получила гены по той линии, значит у меня впереди еще лет семьдесят. А если нет? А если нет? Мне седьмой десяток. А если церковь возьмется сегодня? Готовы ли? А Господь сказал, время приблизилось. И у него один день как тысячи лет, и тысячи лет как один день. И я вам скажу свое ощущение. Мне казалось, что по небесам и аду мы ходим, ну, максимум час. Так бежало время, а на земле прошло трое суток. Семьдесят два часа прошло на земле. И когда ангел тихонечко подтолкнул меня в плечо, я переступила за весом мрака и покатилась. Как легко и свободно я уходила, как радостно. И с какой болью я возвращалась. Я влетела в свое тело с такой болью, что я закричала. Но я устыдилась. По сравнению с болью ада, это не боль. Это так, укус комарика. Я замолчала, мне стало стыдно. Но я услышала, что кричит тот другой. Я села, лежать было очень неудобно. Твердо и холодно. Я села, хотела посмотреть, кто кричит, но кожа съехала. Мне операцию, видите, начали делать и не завершили. Но косточки уже выкинули. Поэтому у меня отсутствуют лобные и височные кости. А так как оно еще было не зашито, кожа как чулок поехала вниз. Я рукой подняла, но тут подняла, что у меня живот болит. Опустив глаза, я увидела, что живот тоже разрезан. Я его прикрыла рукой. И в таком вот положении я села и увидела женщина в белом халатике. В луже воды она сидит, ведро перевернуто. В одной руке тряпка. И она почему-то так жалобно глядя на меня и говорит, а-а-а-а. Она уже кричать не может. Друзья, смешно. А ей было не до смеха. Бедная женщина пришла в понедельник помыть зал, что сейчас придут студенты, будут делать скрытие. А у нее труп закричал. Еще ей спрашивают, ты чего кричишь? Лучше бы мне помолчать. Но бедная женщина перевернулась на четвереньки и поползла к выходу. У нее не хватило сил встать. Она выползла за дверь, дверь захлопнулась, а я сижу одна и соображаю, что происходит. Это не ад, ну и не рай. А когда я увидела, что у меня на одном бедре зеленкой и написано номер истории болезни и дата, а на втором фамилии и имя, я поняла, где я нахожусь. Как метят трупы. Я просто не знала, сколько времени прошло. И в это время я услышала в коридоре шум какой-то, крик. Я узнала голос профессора, он шел и кричал. «Это невозможно, такого быть не может! Да пить меньше надо! Трупы у них оживают!» Потому что там бормотали, что женщина приличная, женщина не пьет. А он так «нет, нет, нет!» Дверь распахивается, он входит «нет!» «Ты чего сидишь?» «А ну ложись ты, мертвая!» Я его потом спрашивала, «Профессор, почему вы мне сказали, что я легла и мертвая?» Он говорит, я не помню, что я говорил. Он такого не ожидал. А я держу голову и говорю, я живая. Профессор говорит, я живая. Он встал и говорит, живая. «Да посмотри на свои руки, живая!» Я посмотрела на свои руки. А на них трупные пятна. Трупные пятна и уже трещинки разложения. Труп начал разлагаться. Я говорю, ну и что? А языкиль проповедовал сухим костям. А кости собрались, обросли плоти и стали воины. Профессор посмотрел на меня удивленно и говорит, я не знаю, кто этот языкиль. Но такого я и в кошмарной сне не мог подумать. И что теперь с тобой делать? О, Боже! Я говорю, профессор, вы сказали, о, Боже, Бог любит вас! Он говорит, я вижу. Угу. Так что делать с тобой? Я говорю, зашить. У меня рука устала держать. Я говорю, зашить, наверное. Он так обрадовался этому слову, зашить. Ну, друзья, повезли мне. В начале появились два молодца, одинаково с лица. Оба с фиолетовыми носами и такими разъезжающимися глазками. И они долго решали, кто подойдет. Потом они решили ко мне не подходить. Толкнули каталку. Каталка ударилась об мой стол. Соседний там тоже трупик лежал. И один из них, якая, сделал так. Я говорю, что пересесть? Ну, хорошо, я пересела. Там уже была одеялка, я уже завернулась. В одеялку мне уже полегчало. Я говорю, ну что, поехали? Здесь началось второе отделение. И с концертом. Потому что они чуть не подрались, кто встанет в головах, кто в ногах. Каталка медицинская устроена так, что передние колеса направляющие. Поэтому тот, кто впереди, он направляет, а тот, который сзади, он толкает. Но так как они оба встали в ногах, вот так каталка и пошла. Чуть не вывернули меня несколько раз. Наконец мы пересекли двор. Ввезли в отделение. Лифт открылся. Они втолкнулись сюда коляску, нажали кнопку, а сами остались наружу. Лифт поехал. Минут двадцать я каталась в лифте с этажа на этаж. Потому что каждый раз, когда кто-то хотел войти в лифт, говорили, о, нет. Почему нет? Наконец профессор, он же уже зашел в операционную, уже оделся, а ему труп не везут и не везут. Он закричал, да где же этот труп? Ну, говорят, в лифте катается. Наконец отловили меня на одном из этажей, притащили в операционную, уже не перекладывали на операционный стол. Ну, кто-то чистый стол, кто-то шпачкать будет, потом отмывать. И я легла на каталке, и вот профессор, он ставил руки в перчатки, поправляет. А анестезиолог так держит шприц, говорит, какой наркоз давать не будем? Профессор, какой наркоз трупу? Так шить будем. Ну, так и зашили. Удовольствие еще то. Ну, ничего, все плохое когда-то кончается. И вот через несколько дней ко мне приходят двое в белых халатах над военной выправкой. Так где ты была? Что видела? Я им начала, как вам, свидетельствовать, рассказала все подробно до ада. Как только я начала говорить про ад, один из них ударил кулаком по тумбочке и сказал, все, нигде ты не была, ничего ты не видела, ты спала. Я говорю, не спала? Спала! Я говорю, не спала. Ада нет! Я говорю, есть. Ад еще не существует. Я говорю, существует. И вам там гореть, если не покаетесь. И тогда один из них сказал фразу, от которой мне сразу стало холодно. Он сказал, ты знаешь, что не все дети попадают случайно под машины. Я вспомнила своих детей. Я так испугалась, но я в это время ощутила, что кто-то держит меня за плечо. Я посмотрела, это стоял ангел. Тот, с которым я ходила по небесах. Тот, с которым мы спускались в ад. Его Господь послал укрепить меня. И я сказала, и волос не упадет с головы моих детей без воли Бога. Аминь. Меня предупредили. Я не послушалась. Конечно, когда меня выписали домой, все село сбежалось. Ну, вон она, могила открытая. И хруп стоит. Я вот живая. Как это может быть? Люди каялись. Каялись. Со страху. Сейчас, когда прошло 17 лет, я вам скажу, что и третья не осталась из тех, которые покаялись. Когда покаяние на эмоциях, враг похищает его. Это не покаяние. Надо открыть свое сердце Богу и отдать его. Тогда враг не в состоянии похитить. И вот мы начали свидетельствовать с мужем. Пока мы это только в селе делали, враг не обращал на нас внимания. Но потеряет он десяток другой душ. Это не суть важна. Но нас же мало. Я же поехала в Тираспорт. Я начала свидетельствовать там. Муж начал на судах свидетельствовать. И все, нас лишили работы. Но меня работы лишили, как только я умерла. На мое место взяли другого человека. Говорит, предупреждать надо. Как ты предупридешь? Тогда враг решил измором взять нас. Больше года мы не имели работы. Ни я, ни муж. Он не мог даже устроиться матросом второго класса. То есть матросом-уборщиком. Капитан дальнего плавания не мог найти себе работу даже матроса-уборщика. Не доверяли. Вам, говорит, нельзя доверять. То вы умираете, то вы оживаете. Ненадежные люди. Нет. А мы свидетельствовали. Мы рассказывали, что от есть. И небеса есть. И милость Божья есть сегодня. И каждый день она обновляется, милость Божья. Аллилуйя! И тогда нам предложили работу на пароходе. Мужу предложили работу, но сказали одно условие. На судне не предусмотрен врач, а судно идет на полгода. Поэтому возьми с собой жену, и тогда сможешь идти старшим помощником. А нет, то опять будешь без работы. А знаете, морякам не платят, когда они на берегу. Только когда они в рейсе. Поэтому нужда заглянула к нам крепко в двери. Мы поставили перед церковью эту нужду, чтобы молились, что скажет Господь. И Господь проговорил. Но я так ждала, у нас были крепкие пророки в церкви. Пожилые, крепкие пророки. А Господь выбрал молодого брата. Он только в августе принял водное крещение. А в декабре ему говорит Господь. И он говорит, это я вас посылаю на этот пароход. Вы в семи странах, вы засвидетельствуете. Вы пройдете еще пять других стран. Потом через огонь проведу вас. И верну в державу вашу. Муж говорит, будем соглашаться. А я встала, посыряла на молодого брата. Я говорю, скромнее братик надо быть. Скромнее. Бог ему говорит. Там он сколько лет в Господе. Что-то мы с ним так это не общаемся. Скромнее надо быть, дорогой брат. Друзья, по прошествии лет я стояла на коленях и просила у него прощения. Потому что это было первое пророчество, в котором употребил его Господь. Он сегодня верный сосуд Божий. Слава Богу. Не спешите ставить под сомнение. Проверьте. Истинно ли? Сказал Бог через этого человека. А тогда уже выносите свое решение. Я была безрассудна. Мы действительно прошли много стран. В семи странах мы засвидетельствовали. Когда уже было засвидетельствовано в пяти странах, на судно пришел приказ нас выкинуть за борт. Кто спасет через сутки Индийский океан и нас выкинут в море? Вода и небо. Все. А Господь и туда прислал свое дитя. Когда начальник Рацева меня предупредил не выходить на открытые палубы, я кинулась на мостик к мужу предупредить его. Из каюты капитана вышел второй механик. Он еще выше меня ростом был. Крепкий такой. Ну и я поздоровалась, улыбнулась. В это время я получаю страшный удар в лицо от него. Так как я стояла на верхней ступеньке трапа, я слетела вниз на нижнюю палубу. А он спрыгнул на меня. Он топтал ногами и кричал, «Да никогда, никогда не произнесешь больше его имени!» Я пыталась защищаться, я посмотрела на ему в глаза. Это был дьявол. Это дьявол вселился в него. Я очнулась, я лежала на полу в амбулатории. На коленях возле меня стоял муж. У меня был открытый перелом голени со смещениями, кости торчали наружу. У меня были поломаны ребра, челюсть, все мои зубы валялись на палубе. То, что вы видите сейчас, это вставные. Но они не болят, друзья. Слава Богу! Слава Господу! А тогда, тогда мне было больно и обидно. У меня была поломана челюсть. Это неприятное ощущение. Надо было зашинировать. Но где взять шину? Тогда я показала мужу руками. Я не могла говорить. У меня вон разорвано горло. И только свист вырывался. Что надо снять душку ведра. Он снял душку. И мы соорудили общими усилиями такую шину, знаете, зафиксировали. Торчало. Так, ручка-то, знаете, торчала. Откусить же нечем было. Но и это пройдет. Написано на кольце царя Соломона. Но я плачу. Господи, ну и зачем надо было меня посылать на эту землю? Кому я буду что рассказывать? Чайкам в море? Или акулам? Я роптала. Друзья, орубщущим и гордым Бог противится. Мне Господь не отвечал. А муж открыл Библию передо мной. Читай. Я ему показываю. Я не вижу. Я не могу. Я же побитая. И он мне читает. Что могут сделать тебе люди, когда я с тобой? У меня высохли глаза. Действительно, что могут сделать люди? Ну, причинили боль. Да больно. Ужасно больно. Ну, все. А душу-то они не похитили. И это не ад. Я хорошо помнила, что такое ад. Но у Господа не угодно было, чтобы мы погибли. Мы слышали какая-то суматоха. Судно встало на якоре. К нему пришвартовалось другое судно. Когда оно проходит, ты узнаешь все эти звуки. Какие-то люди ходят по палубам. Наконец, открылась наша доверие. Вошли офицеры из Сингапура. Мы шли водами из Сингапура. Капитан. И еще люди в штатском. Походу выяснилось, что это консул Украины. Пока мы плавали, Украина стала совершенно самостейна. Мы граждане без гражданства, потому что мы уходили в рейс гражданами Советского Союза. У нас паспорта были граждан СССР. А новый экипаж, который прилетел, они уже украинцы. Поэтому консул пришел. Первое, что он сделал, он сказал, что таких граждан в Украине нет. Это о нас. Но ничего, мы граждане небес. Слава Богу. Но офицер спросил, что это за люди, почему они избиты. И капитан говорит, да, это старший помощник, его жена врач говорит. Они читают вредную книгу, которая делает из них зомби. И вот это они друг друга так волтузят. Приносят жертву. Офицер посмотрел и говорит, капитан, я вам не понимаю. Я не поверю. Но то, что мужчина, допустим, может избить так женщину, я согласен. Но что избитая, поломанная женщина отлупать от мужчину, извините. Позвольте вам не поверить. И он обратился к моему мужу. Он говорил по-английски. Он спросил, кто вы? Муж сказал, мы христиане-пятидесятники. Он говорит, а какую же книгу вы читаете? Муж протянул ему Библию на английском языке. Тот открыл и говорит, капитан, Это святая Библия, капитан, она не делает зомби. Да и аминь. Он попросил повторить, какую динаминацию мы христиане. Муж говорит, пентакостал, мы пятидесятные. И тогда этот офицер, он подпрыгнул, он повис на шее моего мужа, и он закричал, аллилуйя, аллилуйя, Аминь, пентакостал, ту. Я пятидесятный тоже сказала. Друзья, в буддистской стране, где запрещено христианство, Господь приводит свое дитя спасти других своих детей. Это может только Бог. Слава ему. Нас уже утопить нельзя. Ну, потому что составили акт, теперь мы нас должны доставить в Стамбул, куда идет пароход. Три с половиной недели переход через Индийский океан. Нам не давали еды. Воду нам перекрыть не могли, потому что над амбулаторией Катюта Капитана. А Капитан не привык жить без воды. Поэтому вода была и у нас. Слава Богу. Хотя нас могли кинуть и в трюм, и в любую свободную каюту, даже в каюту Старпома. Было место. Но нас почему-то кинули в амбулаторию, где были медикаменты, где были гипсовые бинты, глюкоза в конце концов, благодаря которым муж и кормил меня. Он делал уколы, где мы смогли сложить мою ногу и загипсовать, то есть оказать мне посильную помощь, где мы могли провести операцию и зашить моё горло. Мне приходилось прокалывать, так и гладержателем, а муж протягивал нитку и завязывал узелок. Такую операцию, когда складывали ногу, мой муж трижды терял сознание. Он не врач. Но слава Богу, сейчас всё это позади. Я стою перед вами на обеих ногах, хотя одна из них протез, но это не важно. Главное, я стою. Зубы мне вставили другие. Слава Богу. Волосы выросли. Тоже хорошо. Господь обновил. В Турции ещё одно испытание. Нас выгнали с парохода. Когда пароход пришёл в Стамбул, нас просто выгнали. И подняли трап. И пароход ушёл. А вы делайте, что хотите, граждане Советского Союза. Без копейки денег. И даже без зубной щётки. Хотя, зачем мне зубная щётка? Я всё время привожу пример зубной щётки, но я не знаю до сих пор, зачем она мне. Зубов-то не было. Но Господь устроил так чудно, что турецкие полицейские помогли нам добраться до Анкары. Там, говорит, посольство. Они вам помогут. Ни российское посольство, преемник Советского Союза, ни украинское посольство, на территории, в которой мы проживали и претендовали на гражданство, и где наш дом, где наши дети. Никакое другое посольство нам не помогло. Пятнадцать дней мы провели на улице. Ничего не ели, кроме снега. Но через десять дней нас начали пускать в вокзал на ночь. Друзья, вы не представляете, какое это блаженство, какая это радость, лечь на полу на вокзале. Это счастье. Прислониться спиной к теплой батарее, когда десять дней до этого ты был лишен этой радости отдохнуть. Слава Богу, что Он не ложит на плечи больше, чем мы можем поднять. Еще через две недели нам Господь указал евангельскую церковь. Мы служили год в церкви полного Евангелия, где собирались работники посольств, баптисты и пятидесятные вместе. Господь употребил и там мое свидетельство и служение моего мужа. А с вокзала меня приняли прямо на работу к первому секретарю немецкого посольства семейным врачом. Здорово, правда? Меня рекомендовал Господь им. А через год, когда нас выгнали и оттуда, и из Турции, потому что посол Украины будучи на приеме нашего хозяина, увидел нас, это бывший начальник черноморского проходства, он знал нас в лицо, он только сказал, я думал, вас съели акулы. Он ошибся. Слухи о нашей смерти очень преувеличены. Как сказал Марк Твен. Слава Богу! Но он посодействовал тому, чтобы нас арестовали. Накануне, в ночь с 24 на 25 декабря, когда на Западе празднуется Рождество, вся церковь стояла на коленях. Этот раз Господь проговорил к нам через пастора. Тот стал с колен и сказал, друзья, давайте благословим брата Вячеслава и сестру Таню, потому что Господь их посылает в Болгарию. Нас благословили. Нам надо было встать и идти. Но я сказала, Господи, давай весной, а? Ну, холодно. А знаете, как переломы на морозе болят? Они же еще и не зажили. Вот сестричка подняла руку, она знает. Но Господь сказал, встань и иди. Значит, встань и иди. Он знает твои силы. Запомните, друзья, покорного Господь ведет, упрямого тащит. Я не хотела идти. Я ждала весны. Нас на следующий день уже арестовали. Зато я узнала, что такое Зиндан. Тюрьма для убийц. Где нас опять избили. Мы только чудом не подверглись насилию, потому что это чудо наш Господь. Потому что нас кинули в яму с убийцами. В турецкой тюрьме не кормят. Кто сильнее, тот отнимает у других. Нет, если есть богатые родственники, могут даже с ресторана принести еду, но это еще не значит, что ты пообедаешь. А если родственников нет, то тебе и стакан воды никто не даст. Без денег. Через несколько дней нас куда-то потащили. Вели какими-то коридорами. Наконец мы попали в роскошный кабинет. В кабинете сидел турок такой вальяжный. Он встал, он сделал печальный вид. Ай-яй-яй-яй-яй, что с вами сделали. Ну, правильно, мои опять фиолетовые. Или, как говорил мой муж, говорит, как патриоты. Желто-блокетни. Желто-синие. Как украинский прапор. И говорит, муж, ты капитан? Он говорит, да. Мы тебе дадим пароход. Ты врач? Я говорю, да. Мы тебе дадим клинику. Муж говорит, и что взамен? О, говорит, сущий пустяк. Сущий пустяк. Но вначале посмотри за моей спиной карта. Покажи, где ты хочешь жить. И мы тебе купим дом или квартиру. Что захочешь? Он говорит, я хочу знать, что за это надо заплатить. О, нет, нет, никакой платы. Примите зеленое знамя ислама. Совсем пустяк. Отрекитесь Христа. Примите зеленое знамя ислама. И будет вам и дом, и работа, и все 33 удовольствия. Но мой муж, он капитан. Он скинул руку и сказал, покайся, Христос идет. Дурак не ожидал этого. Аллилуйя, Христос идет. Он попятился, запнулся за собственное кресло, и там упал, завершал. Охрана влетела, свистла дубинка, у меня лопнула ключица опять, рука повисла. Думаю, ну вот и началась опять веселая жизнь. Нас опять кинули в яму, а ночью вытащили и куда-то повезли. И вы знаете, такая радость нас охватила, такая радость, что мы начали петь. И мы пели Богу с мужем, мы пели «Слава Богу за все Ему слава, Он имеет на это право». Мы пели, мы пели «Слава Богу за все даяния, слава Богу за все страдания, слава Богу за многие милости, что помог христианами вырасти». Мы так радовались, что турки удивились, чему вы радуетесь. Мы вас везем на расстрел, уже в этом и радуемся. И мы запели «Птички Божьи домой собирайтесь, вам котлету настала пора. нас посмотрели удивлены, говорит, ну нет, мы вас не расстреляем, мы такое сейчас вам сделаем, ну думаю, точно сейчас закопают, но все равно, нам пора в небеса, мы пели с мужем. И вот остановился этот микроавтобус, нас вытащили, и говорит, вот смотрите, вот там видите будка, ну видим, вот идите туда, по Болгарии, куда нас сказал Господь идти, куда нас притащили, я же говорю, упрямого тащит, велик мой Бог, и силы его велика, но говорит, вас не пустят, и мы вас не пустим, они так радовались, говорит, что у вас просроченные паспорта, и это не паспорта, говорит, такой страны нет, ну идите, может говорит, а если нас пропустят, ты признаешь, что Христос есть Бог, один из только, я, я, да, да, признает, говорит, смотри, я тебе напомнила, Христос есть Бог, и мы идем через границу, когда один из них кричит, что вещи свои заберите, какие вещи, оказывается хозяин, когда нас не вернули домой, он собрал наши вещи и привез в участок, турки чемодан, конечно, прихватизировали, видимо, он был хороший, а вещи перекинули в ящик из-под бананов, но не важно, мы подошли к этой будке, говорим, не надо нам твои вещи, мы подошли раздетые, это январь месяц, холодно, но не важно, мы уже на свободе, подходим к будке пограничника, просовываем его свои так называемые паспорта, он держит так плечом трубку и что-то говорит, смеется, поискал свободный листок в паспорте, поставил штамп и говорит, влезай, по-болгарски входи. Мы взяли свои паспорта и вошли. Влезли? Да, друзья, болгарский язык очень интересный. Русские слова порой звучат очень интересно. Когда я первый раз услышала на проповеди «А тут гледом Христос влезе». «А тут смотрю, Христос входит в переводе». Мы привыкли потом к этому языку. А тогда «Ну уже влезай-то влезай». Я ему говорю, давай идем быстрее. Он говорит, не-не-не, подожди. Он сказал, что он признает, что Христос есть Бог. Мой муж вернулся назад к будке и кричит «Так, признай, что Христос есть Бог, ты обещал!» Как он испугался, турок. Он побежал, он где-то там возле автобуса упал, потом он все-таки влез. И тут они вспомнили про наши вещи. Они кинули на нас этот ящик. Ящик пока летел, открылся, вещи высыпались. Уже выскочил пограничник. Что это происходит на границе? Когда он посмотрел, что вещи в принципе одеванные, он там один свитер себе прихватил, конечно, который ему приглянулся. Но благослови Бога Господь. Он нам был лишний, этот свитер. А остальное Богу, Боже, помилуй Неневию, народ каялся. Мы это ощутили. В январе 96-го года мы это ощутили. Народ Софии вышел на улицы. Они взялись за руки. Не было разделения. Два православных синода, два католических синода. пять пятидесятных церквей, баптисты, методисты, конгрешане, все исповедовавшие Христа распятого и воскресшего вышли на улицы. На каждом углу стоял служитель с Библией и читал про Неневию, а народ, держась за руки, подняв их к небу, пел Бог да пази Болгария, хора в дыгнете реце, Бог да пази Болгария, хора мол это се. Боже, спаси Болгарию, народ поднял руки к тебе, Боже, спаси Болгарию, народ твой молится. И Бог спас Болгарию. танки развернулись и ушли, не сделав ни одного выстрела, не пролилась ни одна капля крови. Революция закончилась в Болгарии. Слава Богу! Много может молитва праведного. Так сказано в Слове Божьем. И я свидетель того, что сделала молитва праведников в Софии. Бог услышал. Все, жизнь в Болгарии пошла своим чередом. Мы уже служили в церкви с мужем. Через него я уже начинаю быстрее, друзья, время много. Мы приближаемся к развязке. Болгария седьмая страна, где мы свидетельствовали о том, что сделал нам Господь. Через моего мужа Господь создал болгарскую Божью церковь, русскоговорящую, где мой муж был рукоположен пастором. Слава Богу! Прошло четыре с половиной года, как мы в Болгарии, мы смогли связаться с нашими детьми, уже младший сын к нам приехал, он и сейчас живет в Болгарии. А тогда я уже посчитала, Болгария седьмая страна. Славик говорю, домой, домой скоро, скоро мы увидим детей. А мой муж, он говорит, дорогая, еще огонь. Я говорю, ну ты даешь. Огня тебе мало что ли? Он говорит, Господь не меняет слова местами. Было сказано семь стран и огонь, а не огонь и семь стран. Дай аминь. Только я не знала, какой это будет огонь. Огонь был очень горячий. Однажды, возвращаясь с работы, это был 2000 год, октябрь 2000 года, я выходила из городского транспорта и следующее мгновение, когда я открыла глаза, я почему-то нахожусь в больничной палате. Почти сутки прошло между этими двоем мгновениями. У меня лопнула аневризма, то есть кровоизлияние в мозг или попросту инсульт. Так как мы были уже имели статус беженцев и при мне было удостоверение беженца, позвонили в бюро беженцев, те сообщили мужу, и вот мой муж и главная старейшина Болгарии или как у нас говорят старший епископ, они приехали в больницу и врач предложил моему мужу, говорит, ее операция стоит несколько тысяч долларов. Ну, муж и главная старейшина немножко заскучали, но они сказали, Господь управит это. Но врач сказал, знаете, я могу сделать операцию бесплатно. Друзья, не попадитесь вы на это слово, как на крючок. Вы нигде в Библии не найдете этого слова бесплатно. Написано даром. Даром. Получили? Даром давайте. Пейте воду жизни даром. Или без оплаты. Два слова. Но не бесплатно. Без платит. И он заплатил. Так он ничего не дает даром. врач лукавил. Он попросил несколько кубиков спинномозговой жидкости. А ему нужен был спинной мозг. Он сделал операцию, но он сделал разрыв зрительных нервов. И я ослепла. Когда я пришла в себя, я была парализована и слепая. Врач позаботился о том, чтобы нас пустили в Украину на погребение. Она сходатайствовала даже президент Болгарии Петер Стоянов. Конечно, тогда избрали кучму президентом. Он проявил лояльность. И вот в декабре 2000-го года мы пересекли границу Украины. Я в инвалидной коляске и слепая. Моя мать и моя сестра говорили мужу, отдай ее в интернат. Это кабачок, это растение. Я ничего не могла говорить. Я все слышала, я была в сознании. А они уговаривали, говорит, она вообще не в этом мире. Это только сердце бьется, как насос. А мой муж сказал, я стоял перед Господом и давал ему слово. В здравии и болезни, в горе и радости я не отдам. Я благодарю Бога за своего мужа. Слава Богу, что он мне дал такую опору в жизни. Четыре года, четыре года я провела в инвалидном кресле. Семь лет полной темноты. Друзья, вот сейчас со мной папка с документами, а по телевизору вы, наверное, видели, показывали мои документы, где зафиксировано я слепая навечно. У меня пенсионное удостоверение, где записано инвалид первой группы по зрению до вечно, то есть навсегда, до конца дней. Но, друзья, я в начале собрания вам читала Библию, я могу ее почитать сейчас. Слава Богу! Правда, я сейчас нахожусь на той стадии, что туда вот вглубь я вижу в тумане. Я вижу, что там в дверях стоит, по-моему, девушка в брючках. Сейчас я уточню. Да, точно. Слава Богу! На вербное воскресенье 2007 года меня, как обычно, муж привел в церковь, посадил в третьем ряду, как обычно, чтобы никому не мешало. Я была в черных очках. Слепых всегда водят в черных очках, потому что глаза производят неприятное впечатление. Они крутятся, они пытаются что-то рассмотреть, поэтому слепых водят в черных очках. И вот идет проповедь. Епископ говорит о слепом в Артемее. Как он потом признался, он говорит, я говорила о духовных слепцах, а ты взяла и прозрела. Он говорил, и он воскликнул, и если ты хочешь, чтобы тебя услышал Господь, будь постоянен в молитве своей. Чего хочешь ты? И я слепой в Артемее сказал, прозреть. Боже, я так хочу прозреть. И проповедник вдруг провозгласил, так прозри. Он сказал, это с такой силой, что я открыла глаза. Я увидела свет, я не поверила себе, я схотела очки, и свет хлынул мне в глаза. Я зажмурилась и опять открыла. Я закричала, я вижу! я вижу! Епископ спрыгнул с кафедры, подошел ко мне и спрашивает, ты что видишь? Я говорю, бас, Петр Владимирович, вижу. Он замер, я говорю, так галстук какого цвета? желтый. И тогда он закричал, аллилуйя! Аллилуйя! Да, друзья, он мне вывел вперед и дал Библию. Я когда начала читать, я поняла, что я вижу только одним глазом. Я села возле мужа и говорю, я вижу одним глазом. Он говорит, ты просила один глаз, надо было два просить. Да, действительно, я когда молилась, я говорила, Господи, ну дай мне хотя бы один глаз. Ну я не прошу у тебя два, ну дай мне хотя бы один глаз, ну дай пол глаза, Господи, чтобы только я могла читать слово Твое. Что просила, то получила. Второй глаз я получила через четыре месяца. Слава Господу! Вот, друзья,